Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Краснодарского края отбираются перспективные бизнесмены в возрасте до 30 лет для участия во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». В этом году впервые в число 300 претендентов на звание лучших вошли сочинцы. Александр Бруславский и Денис Попов – представители Молодежного совета при главе города Сочи. У каждого за спиной 8-летний опыт в предпринимательской деятельности. Сейчас они успешно ведут проекты в сфере торговли. Именно в этой номинации они вошли в число финалистов всероссийского конкурса, о котором, кстати, узнали благодаря «Цитрусу». Так называется Центр трудоустройства и предпринимательства, где наши герои ведут активную социальную работу. Они выступают в роли наставников, дают дельные советы начинающим бизнесменам, консультируют коллег и помогают в трудоустройстве студентов. Меня зовут Александр Бруславский. Я занимаюсь предпринимательством более 8 лет. За время своей деятельности я прошел путь от продажи футболок по 250 рублей на улицах города Москвы до управления в роли учредителя компании с оборотом 42 миллиона по текущему году. Все началось с моего приезда в Москву в 2008 году с тремя тысячами рублей в кармане. Именно тогда началась моя самостоятельная жизнь в роли предпринимателя со всеми взлетами и падениями. Идей было много. Первые мысли были направлены на товары из Китая. Зарядные устройства, детские коврики, умные часы и даже зимние сапоги-уги. Ожидать посылок из Китая было невыносимо долго. Мне нужно было зарабатывать деньги сейчас. Праздник фестиваля красок, который проходил впервые, пришел мне тогда на помощь. Простота и одновременно гениальность моей идеи заключалась в продаже белых футболок при входе на фестиваль. За несколько часов, пока шел праздник, удалось продать более 300 футболок и заработать 55 тысяч рублей. Я заработал первые деньги в предпринимательстве. Мне нужно было двигаться дальше. Но мне не хватало знаний в этой области. Я купил курсы по бизнес-обучению и мной была поставлена амбициозная цель заработать 600 тысяч рублей. А если не достигну цели, пойду служить в армию по контракту в любой точке России. Я продавал телефоны, билеты в театр, зонтики и многое другое. В итоге я оказался в Сочи на офицерской должности в войсках противовоздушной обороны. Служба в армии давала стабильную зарплату, обеспечение жильем, карьерный рост, ранний выход на пенсию. Но во мне пульсировала жилка предпринимателя. Я ухожу со службы и начинаю все сначала. Возвращаюсь в сферу торговли. Я продавал надувные диваны для пляжного отдыха. Это было весело и принесло мне неплохой доход. Я был ведущим праздничных мероприятий. Запустил свою службу Деда Мороза, что принесло мне доход порядка 700 тысяч рублей. Очередной идеей была продажа электробайка посредством поиска клиентов для поставщика. И вот оно, разочарование. Отсутствие деловых качеств и честность поставщика, а также отсутствие моего опыта и более глубоких знаний, таких как оформление агентского договора, не позволило мне получить обещанную сумму денег. Это меня подтолкнуло на очередной этап развития предпринимательства. Я хотел работать и зарабатывать сам, как поставщик. Я встретил человека, профессионала своего дела в области торговли. Это была не обычная торговля, а торговля с государством. Каждый день я учился у своего наставника. Таким образом я пришел к официальному открытию индивидуального предпринимательства, что позволило мне выйти на самый масштабный рынок торговли. За первый год своей деятельности я заключил 15 госконтрактов на общую сумму более 4 миллионов рублей. За все время моей деятельности это был самый насыщенный и самый тяжелый период. При поддержке Цитруса и при поддержке нашего руководителя Юрия Меньшикова я отправился в город Казань на конкурс молодых предпринимателей России. Было достаточно количество соперников, так как отбор проходили тысячи участников по России. Из Краснодарского края отобрали 19 человек. И в составе этой команды мы отправились в город Казань на финал данного конкурса. Лучшие молодые предприниматели России собрались в Казани для того, чтобы определить лучших из лучших, финалистов и победителей в разных номинациях. Московская комиссия в составе экспертов, лучших предпринимателей взрослых уже России, лучших взрослых предпринимателей России, оценивала всех участников и по своим показателям, по показателям оборотов, численности состава компаний, по роду деятельности оценивала всех участников. После оценки я оказался в финале. Я считаю, самое главное в предпринимательстве это все делать с удовольствием, поэтому мне удалось стать лучшим в конкурсе, в финале оказаться. Было много соперников, были номинации сфера торговли, сфера инноваций, сфера сельского хозяйства, производства, сфера франчайзинга и еще несколько номинаций и спецноминаций для участников. Мы в сфере торговли, потому что у нас торгующая организация, мы занимаемся торговлей, поставляем товары, услуги для государства. Звание дает энергию двигаться дальше, поддержку, как государство, были оглашены программы, в которых можно поучаствовать. Это льготное кредитование до 6% годовых на различные суммы от 300 тысяч рублей до 50 миллионов. Сейчас мы эту программу рассматриваем, на нее тоже нужно подавать заявки, практически так же, как на конкурс. Но мы думаем, что у нас получится, и мы найдем инвестиции, которые нам помогут развиваться дальше, развивать нашу сферу, сферу торговли. Я считаю, сейчас самое лучшее время для того, чтобы заняться предпринимательством, если кто-то давно думал, и попробовать свои силы, развить свое личное дело, потому что действительно край, краевая поддержка, она на самом высоком уровне. За то время, вот за 8 лет предпринимательством я занимаюсь, и это самый сейчас лучший момент стать предпринимателем, потому что очень много форумов, очень много интересных встреч, мастер-классов проводит администрация края. И это дело за малым форум знаменитый, на котором выступал Илон Маск по конференц-связи. То есть это достаточно высокий уровень, ну никому по России такого еще не удавалось, как пригласить такого спикера. Поэтому я считаю, наша краевая администрация самая лучшая в формате поддержки предпринимателей. Очень много программ, в которые можно обратиться, и у меня есть ребята, и на конкурсе были ребята, которым давали и гранты, и субсидии на развитие своего личного дела. Поэтому я считаю, стоит пробовать и развиваться в этом направлении. Мы сейчас выиграли тендер, поучаствовали и стали победителями на продвижение этого бренда, сделанного на Кубани. Мы уже заканчиваем работы по этому тендеру. Это социальная реклама, медиа реклама, это реклама в аэропорту, на счетах, билбордах. И как раз на качество, сделанное на Кубани, мы поддерживаем. Поэтому, да, все верно, у нас есть и база для того, чтобы продвигать дальше свой товар, свои продукты. Но это не в частности продукты питания, у нас больше бытовая техника, электроника. У нас сейчас на регистрации свой товарный знак, Profit Group, под которым мы в дальнейшем будем производить свою продукцию. У нас сейчас растет франчайзинговая сеть, мы работаем по России. Недавно мы осуществили поставки в Сахалин, в Магадан. Мы поставляли телевизоры для инвалидов, то есть и социальную такую на себя долю взяли. Поэтому дальше мы в этом плане тоже будем развиваться. Кстати, мы выиграли в Казань поставку телевизоров. Порядка 800 телевизоров для инвалидов мы также поставляем для инвалидов Республики Татарстан. Вот, что было знаковым, конечно, для нас, когда я был как раз на этом конкурсе. И мне моя команда сказала, что мы победили в еще одном конкурсе на поставку телевизоров уже как в госзаказе. А следующий год, он год роста. Я его считаю очень интересным и перспективным. Мы развиваем свою франчайзинговую сеть для того, чтобы нам было легче поставлять товары по России. И у нас есть цель вырасти и в оборотах, и в чистой прибыли, и развивать другие сферы торговли, не только электронную бытовую технику. И, конечно, поддерживать, также продолжать знак, сделанный на Кубани, и участвовать в этих конкурсах. У нас большая глобальная цель – это распределительные центры в регионах России, откуда поставщики будут поставлять свои товары, а госзаказчики оттуда будут их получать. То есть такая интересная идея, которую мы готовы реализовать. Меня зовут Денис Попов. Древесно-польмерный компакт – это материал, где древесная мука 60% смешивается с полиэтиленом или полипропиленом и добавляется в красительные стабилизаторы. Значит, позволяет добиться идеальных эксплуатационных характеристик. Такая доска не выцветает, не трескается, не разрушается. Вот, хороший продукт. Еще дополнительное преимущество в том, что его обработку в древесную муку используем не первичные деревья, да, там какие-то древесные массивы, а муку. Поэтому наши леса российские, они сохраняют свою целостность. Вот, значит, в 2011 году мы начали этим товаром заниматься. Тогда в этот товар никто не верил. Никто им не занимался. Мы с пакетами бегали, продавали материал, были энтузиастами. И сегодняшний день можно сказать, что этот выбор был правильным, потому что рынок растущий. Наша компания ежегодно прирастает примерно на 70%. У нас на сегодняшний момент открыты офисы продаж в Москве и Сочи. Три производственные контрактных площадки. Склады свои в Сочи, в Москве, Краснодаре. Мы планируем открытие. Хотел еще что-то отменить, что команда у нас вся молодая. Небольшой штат персонала, где-то 20-15 человек. И приморка одного стройника большая достаточно у нас. И, соответственно, производительность труда уже с рукой. Еще хотел бы сказать, что мы помимо ДПК еще делаем, применяем его в архитектурных малых формах. Например, все остановочные комплексы Москвы сделаны с применением нашего лавочного бруса СДПК. Помимо этого, мы ведем активную жизненную позицию на Южно-Федеральном округе. Я вхожу в совет главы города. Также мы реализуем проект по трудоустройству молодежи САИТУС. Я в предпринимательстве с 22 лет. То есть на сегодняшний день мне 30 лет. Это значит, 8 лет я уже предпринимателем. С чем я могу поделиться? На самом деле, мне кажется, что давно всем известно, то, что нужно делать предпринимательство. Своими учениками я могу поделиться только то, что нужно больше хотеть и больше достигать своих результатов. И, в частности, этот конкурс, на котором я принял участие по лучшим предпринимательствам России, во мне побудило это желание, потому что я понял, что я являюсь финалистом, но я не являюсь номером один. Поэтому я понял, что предела совершенства, как говорится, не существует. На конкурс было много заявок подано. То есть было 300 финалистов, но заявок было больше тысячи. Соответственно, я узнал через него. Мы активную социальную работу ведем, и поэтому так в поле нашей информации попала эта информация, так скажем, через Юрия Меншикова, нашего наставника. Соответственно, для того, чтобы подать заявку, надо было заполнить анкету, предоставить информацию о своем бизнесе, числа, оборот, валовую прибыль, количество сотрудников, ответить на вопросы, записать видеоролик и описать свои компетенции. Соответственно, после этого происходил отбор участников, главных собеседования. Ну вот мы попали, получается, так, число двух человек из Сочи первый раз. В конкурсах я не первый раз участвую. Я, так скажем, люблю побеждать, и поэтому часто участвую в конкурсах различных. Значит, в этом случае, когда я участвовал, я в видеоформате, прежде всего, опирался для видео на те объекты, которые мы сделали, на экспертность нашу в данной нише, на инновационность нашего бизнеса и для пользы его, для нашей страны. Вот, и опирался на достоверность, то есть все те факты, все те цифры и факты, которые надо было изложить, ну, нисколько не убавил, не прибавил, дал правдивую картину, и, видимо, это людей подкупило, членов жюри. Когда приходишь на всякие конференции, говорят, что нужно бизнесу, это дешевые легкие деньги, да, и зачастую это действительно так, потому что, когда в бизнесе создана бизнес-модель, и она устойчивая, реально очень нужно просто накачать ее деньгами. Соответственно, я до наших, до средств поддержки предпринимательства в Краснодарском крае не знал, не знал до форума «Дело за малым», но когда я узнал, какие условия финансирования существуют, да, что вот это займы от 1 до 6% годовых, причем там до 5 миллионов рублей, а если производственные до 50, я считаю, что это, ну, это просто подарок, и вероятность успешного достижения бизнеса, если у него, опять же, повторюсь, есть устойчивая бизнес-модель, которая подлежит масштабированию, очень велика. То есть я за те время, которые я занимаюсь бизнесом за 8 лет, я об этом не знал. И сейчас, ну, я лично буду поддаваться заявками, уже мы в этом находимся, для того, чтобы получить эти дешевые деньги, потому что, ну, с ними гораздо больше можно прибыли получить, чем без них. Это действительно хорошая поддержка, она нам важна, как предпринимателям. А моим студентам, мы о ней рассказываем, ну, большинство находится в той степени, когда они хотят достигнуть своей желаемой цели, да. Ну, мы знаем, что кредит, он может быть как хорошим, так и плохим, и кредит – это лишь инструмент, который показывает, ну, всегда есть кредит бизнеса, то есть мы поймем, больше будет у него успеха или меньше. Поэтому мы своих людей, которые у нас учатся, мы их готовим все-таки к тому, что они подошли в нужном состоянии к тому, когда им надо брать кредит. Вот не просто брать кредит под бизнес-идею, а когда эта бизнес-идея, она уже измерена, она имеет потенциал масштабирования, и она будет точно успешна. Только в том случае мы им советуем брать кредит. «Цитрус», я считаю, крайним полезным проектом, потому что он создает, прежде всего, большое количество людей вокруг себя. То есть, если мы проанализируем просто эту неделю, на этой неделе у нас запланированы 10 мероприятий, которые будут проведены. Ну, я не знаю других бизнес-сообществ, которые столько делают этого в Сочи. Соответственно, из этих 10 мероприятий это три встречи с наставниками, это бизнес-завтрак, бизнес-обед, разборы с тренерами, и два мастер-класса у нас запланированы. Ну, если просто, в чем полезность? Полезность в том, что когда человек приезжает в Сочи или является сочинцем, и попадает в эту атмосферу, у него сразу в телефонной трубке 900 предпринимателей, которые знают, как решить его задачу, знают, как ему помочь и все остальное. Но также мы говорим здесь только о предпринимательстве. Также те 900 людей, которые являются предпринимателем, и эти те же самые работодатели для наших студентов. И, как вы знаете, по результатам нашей работы в этом году у нас там более 50 человек было трудоустроено. Всего в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы утверждены пять региональных проектов. На их реализацию привлечено около миллиарда рублей, чтобы к концу этого года на Кубани численность занятых в бизнес-сфере человек достигла почти 800 тысяч человек. Конкретно в Сочи узнать все о предпринимательской деятельности, получить консультации у опытных бизнесменов и сделать первые шаги на пути реализации своих бизнес-идей можно совершенно бесплатно в Центре трудоустройства и предпринимательства. Ну а наши лучшие молодые предприниматели России тоже не собираются останавливаться на достигнутом. В следующем году они также планируют участвовать в конкурсах, улучшать свой бизнес, чтобы войти в десятку лучших.